МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нырнул, но не выплыл. Серега мыт, у него красные вот такие. 33-летний мужчина сегодня утонул, купаясь в нетрезвом состоянии. И забыл, оставив умирать от жары в закрытой машине. Давно что-то голод там лежит. С утра я увезти, должен был сна. Операция по спасению котенка, оставленного в салоне автомобиля. Это и не только прямо сейчас. Сегодня днем на проспекте Альберта Камалеева башенный кран рухнул на 18-этажный жилой дом. И сам момент падения, и последствия сняли на мобильные телефоны очевидцы. В доме повреждена облицовка фасады и балконы на 14-м и 15-м этажах. Крановщик в момент происшествия был в кабине, но сумел самостоятельно ее покинуть. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все подробности в следующих выпусках нашей программы. Выехал на встречную полосу и устроил крупную аварию. Серьезное ДТП произошло поздним вечером на улице Родина. Там столкнулись Лада 9 модели и Volkswagen Polo. По предварительной версии, оба автомобиля двигались в попутном направлении. Что произошло дальше и к чему это привело, знает Анна Городнова. Судя по удару, очень большая скорость была. Я не знаю. Повреждения очень хорошие. О высокой скорости как минимум одного из столкнувшихся автомобилей красноречиво говорят повреждения, полученные машинами. Удар был такой силы, что у иномарки отлетела стойка с левым передним колесом. Досталось и отечественному транспорту. У Лады была смята правая передняя часть. К счастью, несмотря на серьезные повреждения, никто из людей в салонах автомобиля не пострадал. О том, как все произошло, рассказал хозяин немецкой машины. Остановился, хотел совершить маневр. Оттуда пропускал машину. В этот момент человек ехал по встречной полосе, обгонялся по встречке и летел почти на третью часть. Водитель Volkswagen заявил, что двигался с Ладой в одном направлении. Вскоре остановился, чтобы пропустить встречный поток и повернуть. Девятка, по его версии, была сзади него. Но ее водитель решил не ждать и выехал на встречную полосу для обгона, чего мужчина за рулем иномарки не ожидал. Молодой человек, представившийся водителем отечественного автомобиля, в своих показаниях был краток. Есть версия, что на встречку выехали? Нет? Не правда? Есть момент. А? Есть момент такой, да? То есть вы обгоняли по слевую сторону, да? Я сейчас не хочу давать интервью. В следующий раз, да? Но вы не признаете меня, да? Нет, не знаю. Оба водителя предпочли не общаться друг с другом, а дождаться сотрудников ГИБДД. Ни у кого из автомобилистов не было видеорегистратора. И доказывать свои точки зрения на причины аварии им, вероятнее всего, придется на словах. Анна Городнова, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112. Три автомобиля столкнулись с минувшим вечером на улице Адарасского. По рассказам очевидцев, ДТП произошло по вине водителя Opel Insignia. Они отметили, что мужчина столкнулся с Ладо Гранта, с которой они ехали в одном ряду. А та, в свою очередь, отлетела на Кио Сид, которая двигалась по встречной полосе. В результате аварии никто не пострадал, досталось лишь машинам. Обе иномарки не смогли передвигаться самостоятельно и покинули место происшествия на эвакуаторе. В Апастовском районе Татарстана утонула 11-летняя девочка. Трагедия произошла 24 июня около 3 часов дня у села Курштово, на глазах у множества очевидцев. Они бросились на помощь ребенку, но не успели помочь девочке. 33-летний мужчина утонул сегодня днем на реке Кичуй. Трагедия произошла в деревне Благодатное в Нижнекамском районе. Речка с виду небольшая, максимум метров 10 в ширину и довольно мелкая. Но местные жители знают ее коварство и подводные камни. Компания, в которой отдыхал погибший, остановилась в этом месте впервые. И особенностей реки никто не знал. Тем более перед купанием молодые люди выпивали. Рамиль Шайдулин с подробностями. Сергей и Рамиль, не ожидаясь водолазов, продолжают искать своего друга на дне реки. Они отдыхали одной компанией. Валерий, так зовут погибшего, ушел на дно прямо на их глазах. Он плывет сюда, мы здесь сидим. Серега мыть, у него глаза красные вот такие, рот закрытый, короче. Серега мыряет, короче, его раз, я за Серегу мыряю. Я вынагнул, ему говорит, туда мыряй. Серег говорит, давай мыряй дальше. Я, говорит, не нашел его. Я мыряю, уже тоже вот так ищу под водой. Уже нет этого. Как говорят мужчины, утонувший перед купанием, принял изрядную дозу алкоголя. Мама погибшего, которая сидит на берегу и принимает успокоительное, рассказала, что у ее 33-летнего сына были проблемы со здоровьем. Ну, он обычно, когда курил, резко начинал, она все супной. Судор бьет так, трясти начинал все время. Пить-то, ладно, пьет нормальнейше, а как курит, все, трясти начинал. Здесь мужчины купались впервые. Обычно они отдыхали на старом проверенном месте, но сегодня почему-то решили понырять с мостика. Хотя знали, что эта речка кичу и опасна. В ширину метров 10 с виду выглядит неглубокой. Но в середине очень большой провал и очень сильное течение. Тело мужчины в воде пролежало 4 часа. В 17 часов спасатели нашли его в 3 метрах от берега. Рамиль Шайдулин, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Хранение, сбыт, употребление. Сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса признали сегодня виновные 30-летнюю многодетную мать, зарабатывающую на жизнь, как доказала сторона обвинения, совсем незаконными способами. Ее задержали с поличным при контрольной закупке. Она продала полицейским наркотические средства. Трое детей. Младшей дочери всего 8 месяцев. От криминального бизнеса ее не остановили. Причем до этого женщину уже задерживали за подобные преступления. Но с учетом находящихся на иждивении малолетних детей, наказание было не жестким. Что решил суд на этот раз, знает Алина Мусина. Не хочу, чтобы принять внимание. Снимайте, пожалуйста. У меня трое детей. Хрупкая, с милыми косичками и в гольфах образ беззащитной и заботливой многодетной мамы не стыкуется с материалами уголовного дела. Согласно нему, девушка, находясь на испытательном сроке захоронения и распространения наркотиков, вновь совершила преступление. В феврале во время контрольной закупки у нее изъяли 4 свертка с запрещенными веществами и 2 медицинских шприца. По поводу наружного опроса, что принадлежит ей предназначено для личного потребления. Подсудимая наркозависимая со стажем употреблять с 2003 года. Но следствие доказало, изъятое было приготовлено для продажи. Больше шансов многотетной маме не дали. Рецидив надолго лишил ее свободы. Решение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с обывами наказания справительной конвойной обученной режима. После оглашения приговора прямо в зале суда девушку взяли под стражу. Ее мольбы обойтись без наручников конвой оставил без внимания. Решили в суде и судьбу 8-месячной дочери осужденной. Так как мать надолго отправилась за решетку, а отец неизвестен ребенком, займутся органы опеки. Что касается двух остальных детей, их воспитание ляжет на плечи бывшей свекрови. Алина Мусина, Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Вызов 112. Настоящая поисковая операция развернулась сегодня у дома номер 25 по улице Менделеева в Нижнекамске. Искали владельца Лады 99-й модели, оставленной на солнцепеке, в салоне которой погибал от жары и жажды маленький котенок. Фотографии измученного животного в машине прохожие выложили в социальных сетях, после чего неравнодушные люди и вышли на его спасение. Животное нашло место в салоне, куда не попадало солнце. Под сиденьем жалобно мяукало. Жарко там было не меньше. Тем временем общими усилиями нашли владельца автомобиля. Давно же так долго там лежит. Но с утра я его везти должен был, уснул. Теперь с котенком все хорошо, благодаря случайной фотографии и оперативной реакции неравнодушных людей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.